Привет. Меня зовут Ник. Моя цель убить по меньшей мере 20 человек. Что сегодня произошло, парень? Демоны, мужик. Демоны? Голоса. Мои глаза. Убейте меня. Это 19-летний Николас Круз, который четырьмя часами ранее убил 17 человек в своей старшей школе в Паркленде, Флорида. Среди погибших были три учителя и 14 учеников, большинству из которых было всего 14 лет. Еще 17 человек были серьезно ранены во время стрельбы. Он бросил свою винтовку через 7 минут после начала стрельбы и затем, выбегая из здания школы, слился с толпой. Он слонялся по улицам Паркленда на протяжении полутора часов, во время которых он останавливался в Сабве и в Макдональдс. Именно там он встретился и поболтал с братом одной из своих жертв. Парень тогда еще не знал, что человек, сидящий напротив, только что выстрелил его старшей сестре в грудь. Описание стрелка было передано полиции по рации, в результате чего он был опознан и задержан в трех километрах от школы. Вы на канале Неслабонервный и сегодня мы побеседуем с Николасом Крузом. Николас Джейкоб Круз родился 24 сентября 1998 года. Сразу после рождения мальчика отдали в приют, откуда его усыновили Линда и Роджер Круз. Однако уже в 2004 году, в возрасте 67 лет, Роджер скончался. Еще с дошкольного возраста Николас доставлял проблемы окружающим. Будучи подростком, он начал делиться в социальных сетях своими взглядами с другими пользователями. Однако едва ли ему удалось найти много единомышленников, поскольку Николас прославлял стрельбу в школе, а также пропагандировал свои расистские, антисемитские, ксенофобные и гомофобные взгляды. Также Николас был членом учебного корпуса младших офицеров запаса, где он научился стрелять, и что в дальнейшем позволило ему легально покупать и хранить оружие. Подними руки немного. Садись. Расставь ноги. Даже не думай вставать, приятель. С того момента, как подозреваемый вошел в комнату, его взгляд был направлен в пол. Казалось, Николас находился в шоке или в полнейшем недоумении и был отстранен от реальности. В момент, когда дверь закрывается, он поднимает голову, чтобы осмотреть обстановку. Интересно, что его поведение полностью меняется, когда он думает, что на него никто не смотрит. Если посмотреть на его поведение всего минутой ранее, можно заметить, как его отчужденность сменилась бдительностью. Его поведение изменилось вместе с обстановкой, что, к слову, будет повторяться в течение всего допроса. При отсутствии наблюдателя подозреваемый сразу же перестает выглядеть таким отрешенным. Это говорит нам о том, что его разум ясен, и в эти моменты, якобы потери связи с реальностью, он на самом деле полностью осознает, что происходит. Посмотрев наверх, он замечает камеру, которая направлена прямо ему в лицо. Теперь он знает, что за ним непрерывно наблюдают, и его дальнейшие жесты, вероятно, уже представляют собой не что иное, как представление для зрителей, находящихся по ту сторону объектива. Возможно, для кого-то эти внешние проявления суицидальных мыслей могут показаться искренними. Однако, вместе с остальным его поведением во время всего этого допроса, они представляют собой лишь то, чем на самом деле и являются. Нелепой игрой, преднамеренной попыткой вызвать жалость и преподнести себя, как он считает, в лучшем свете. Как ты себя чувствуешь, Ник? Все нормально? Говори так, чтобы я тебя слышал. Хорошо, мне просто надо спросить у тебя твое имя и дату рождения, чтобы удостовериться, что у меня все верно. Потом принесу тебе стакан воды или еще чего-нибудь. Как тебя зовут? Это ситуация, когда доказательства против подозреваемого неоспоримы. Он, несомненно, виновен в этом преступлении, что, в свою очередь, делает его признание необязательным. Полиция знает, что это сделал он, но им все еще нужно выяснить, почему он это сделал. Грамотное ведение допроса – не самый простой процесс. Офицер должен прекрасно понимать психологию преступника и чувствовать собеседника. В данном конкретном случае, первые записанные на видео слова подозреваемого сделали эту процедуру еще сложнее. Что это сегодня было, парень? Демоны, мужик. Демоны? Голоса. Голоса и демоны? Что это за звуки? Что случилось? Заткнись. Просто помолчи, парень. Друзья, у Ютуба довольно суровые правила касательно жестокого контента. Поэтому полную хронологию событий и записи с камер видеонаблюдения в школе, где Николас Круз устроил бойню, вы найдете в нашем телеграм-канале. Обязательно переходите и подписывайтесь. Эти два слова послужили основой для стратегии его собственного допроса. Офицеры составили вопросы так, чтобы загнать его в угол в его же истории о выдуманном психозе и в то же время создать впечатление, что он делает все правильно и его ответы идут ему на пользу. Все, что он сейчас скажет, может быть использовано, чтобы опровергнуть любую историю, которую он может придумать намного позже. Ведь очевидно, что после этого допроса у него будет намного больше времени, чтобы хорошенько все обдумать, научиться самому или даже получить указания профессионалов о том, как судебная система пересекается с ментальными заболеваниями. Офицерам крайне важно сейчас получить от него максимальное количество информации, ведь чем больше деталей он выдаст сейчас, тем меньше возможностей защититься у него будет потом. Но следовать такому методу непросто, так как существуют два очень распространенных сценария, характерных таким подозреваемым при допросе. Под такими подозреваемыми имеется в виду тех, кто, во-первых, притворяется безумными и, во-вторых, никого этим не одурачивает. Самая частая реакция – это состояние шока. Они становятся абсолютно тихими или переходят в какую-то кататоническую стадию и настоящий допрос так и не может начаться. Другая распространенная реакция – это полная противоположность первой. Подозреваемые взрываются в истерию и предполагаемый бред, и все дальнейшее повествование становится бессвязным и не имеющим никакого смысла. Детектив должен не допустить ни одного из этих сценариев. Отчасти это делает первые две минуты допроса решающими. Ему нужно создать положительное первое впечатление и быть чем угодно, но не угрозой, и в то же время сохранять главенство. Детектив занял позицию дружелюбного и неконфликтного, но в то же время поддерживающего и сопереживающего полицейского. Его роль в этот момент – союзник. Он должен нравиться подозреваемому, быть уважаемым, но одновременно с этим подозреваемый ни в коем случае не должен его бояться. Как ты себя чувствуешь, Ник? Хорошо. Мне просто надо спросить у тебя твое имя и дату рождения, чтобы удостовериться, что у меня все верно. Потом я принесу тебе стакан воды или еще чего-нибудь. Как тебя зовут? Давай же, Ник. Николас. Что? Николас. Продиктуй мне. Н-И-К. Слушай, я уже старый, так что тебе надо говорить погромче. Н-И-К-О-Л-А-С. О-Л. Хорошо. А-С. И какое твое второе имя? Джейкоб. Давай, парень, погромче. Джейкоб. Д-Ж-Е. Дата твоего рождения? Тебе нужно расслабиться. Я последний детектив или полицейский, с которым тебе придется говорить. Я последний, поэтому это должно тебя немного взбодрить. Но все дело в том, что... Посмотри на меня. Мне нужно тебя слышать. Хорошо? Все, что я спрошу, это базовая информация, и потом сообразим тебе воды и все такое. Назови мне свою дату рождения. Девятый. Января? Девятый. Девятое сентября. Следственная группа уже и так знает ответы на все эти базовые вопросы, и их единственная цель – вызвать реакцию. Дружелюбный характер этих вопросов позволяет подозреваемому вступить в диалог. Кажется, до этого момента все идет по плану. Опытный детектив делает все правильно, и теперь он может развивать отношения с более безопасной позицией, осуществляя это стандартным способом – предложением еды и воды подозреваемому. Хорошо. Хочешь холодной воды? Не знаю. Ты не знаешь, хочешь ли ты холодной воды? Нет, спасибо. Я принесу две. Потому что я хочу одну. Было жарко, и одну на случай, если ты захочешь. Точно не хочешь поесть? Хорошо. Отказ принять воду и еду – это явное проявление стыда. Его не стоит путать с виной или раскаянием. Они подразумевают принятие ответственности и смещают фокус на чувства других. Стыд же, в свою очередь, наоборот, смещают фокус на представление других о нас. Подозреваемый переживает о том, как он будет выглядеть, если примет предложение, учитывая обстоятельства. Вместо этого он хочет предстать в таком свете, будто он настолько негативно потрясен событиями, что ему не важны его базовые потребности. Конечно же, у меня столько разных ключей. Я скоро вернусь. Опять же, как только детектив покидает комнату для допросов, поведение Николаса сразу меняется. Он кладет свои руки на голову и… Нам остается только гадать, что происходит в ней в этот момент. Но то, что происходит дальше, очень красноречиво говорит нам о том, кто в действительности перед нами. Убейте меня. Просто, блядь, убейте меня. Круз, левша. Записи с камер видеонаблюдения во время стрельбы это подтверждают. Если вы присмотритесь к движениям его рук в следующих моментах, хоть это и почти незаметно, вы можете увидеть, что он вспоминает, как именно он держал свое оружие. Его следующее представление – нанесение себе увечий. Сначала он кусает себя, но это не вызывает крови и не оставляет никаких следов, которые были бы видны на его тюремных фотографиях. Затем он царапает и сжимает следы от уколов на его руке, которые остались после того, как в больнице взяли его кровь на анализ. В тот момент, когда детектив возвращается в комнату, он будет вести себя, словно он отчаянно пытается сдерживать свое саморазрушительное поведение. Тот факт, что этот парень только что убил и искалечил десятки людей, не оставив на себе ни царапины, а сейчас делает вид, что он хочет с собой что-то сделать, вызывает явные противоречия. Более того, частота этих маленьких представлений делает обман довольно-таки очевидным. Он переигрывает и становится ясно, что это человек, который лишь притворяется, что хочет навредить себе. А его жалкая попытка симулировать самоповреждение могла бы быть комичной, если бы обстоятельства не были столь ужасны. Если кровь больше не течет, можешь снять бластеры. Бросай их на пол. Вот это моя, я ее уже открыл. А вот это твоя, если вдруг передумаешь. Следующие пять минут — это невероятно утомительный процесс попытки заставить подозреваемого ответить на базовые вопросы. И сейчас они, наконец, заговорят о его телефоне. Что насчет твоего телефона? У тебя есть телефон? Я потерял его. Когда ты его потерял? Сегодня. Сегодня? Сегодня. Хорошо. Что за телефон? Я не знаю. Хорошо, это раскладушка, айфон, самсунг. Это телефон. Это телефон. Какой номер? Я не помню. Теперь Николас начнет изображать истерику, которая далее превращается в симулированную паническую атаку и гипервентиляцию. Детективу нужно будет остановить эту игру, немедленно не допуская того, чтобы подозреваемый решил, что делает все правильно. Однако офицеру также следует поддерживать дружелюбие и избегать конфронтации. Ему нужно донести подозреваемому, что пора заканчивать с его представлением. Но сделать это необходимо наиболее мирным способом. Я не помню, чувак, я не... Хорошо, Ник. Ник. Успокойся. Тебя уже осмотрел, доктор. Я знаю, что сложно говорить об этом, но... Ты не помнишь свой номер телефона? Как долго у тебя был телефон? Как долго у тебя был телефон? Ник, врачи тебя уже осмотрели. И что? И то, что с тобой все в порядке. У тебя нет никаких сейчас проблем, и все с тобой в полном порядке. Так что успокой свое дыхание, хорошо? Я хочу верить в то, что ты мне говоришь. Но если мы будем гипервентилировать из-за номера телефона... Ладно. Ладно. Так какой у тебя номер телефона? 9-5-4. Кажется, симуляции припадков в какой-то степени удалось избежать, но... Подозреваемый не сдается. 9-5-4-8-2-1. 20-0-7. Нет. 10-0-7. 10-0-7. Опять же, возвращаясь к модели. Ты знаешь, это iPhone или Samsung? Я не знаю. Как давно он у тебя был? Каждый ребенок знает, что у него за телефон, парень. Тем более, ребенок твоего возраста. С тех пор, как моя мама умерла... Далее я как раз хотел об этом поговорить. Это поворотный момент. Приемная мать Николаса действительно умерла в прошлом году от пневмонии. Эта тема разговора очень болезненна для него и, по всей видимости, совсем остановила истерику. Еще пару минут назад он якобы был на пороге припадка, а сейчас он выглядит абсолютно спокойным. Он явно восприимчив к сочувствию, когда оно направлено на него самого. Детектив распознает это и сразу же фокусируется на матери Николаса, чтобы удержать его внимание. Так у тебя он был со смерти твоей мамы. Сколько времени прошло с того, как она умерла? Я не помню, я думаю... В этом году или в прошлом? Ноябрь. Ноябрь. Хорошо. Когда твоя мать умерла, ты жил с ней? Да. В каком городе? Паркленд. Паркленд? Подозреваемый перестает притворяться и становится куда более вовлеченным в разговор. Детектив узнает больше о его матери еще примерно 3 минуты, прежде чем сменить тему. По большей части они обсуждают прошлое Николаса. И тот сначала заявляет, что он был в депрессии почти все детство. А затем и вовсе признается в употреблении таких наркотиков, как марихуана и ксанекс. После этого он утверждает, что 2 года назад он пытался лишить себя жизни при помощи алкогольного отравления. Но по его словам, просто проспался и все прошло. Затем он говорит, что последние 2 года он работал кассиром в доллар-три. У тебя получалось удержаться на работе 2 года, это довольно хорошо, да? Наверное. Кроме доллар-три, ты где-то еще работал? Газон истриг. Что? Газон истриг. Когда ты пытался убить себя алкоголем, твоя мама все еще была жива. Почему ты был в депрессии? Одиночество. Одиночество? Одиночество. Не было друзей или... Что за одиночество? Мы все немного одиноки. Отчуждение. Отчуждение? У тебя не было друзей? Нет. Сегодня? То есть с прошлой ночи до сегодняшнего утра. Ты употреблял что-нибудь? Ксанекс, марихуану, что-нибудь подобное? Нет? Хорошо. Подозреваемый далее рассказывает, что у него есть биологический брат, и их усыновили вместе. Потом он говорит, что в доллар-три он зарабатывал порядка 1200 долларов. Затем разговор зайдет о его мечтах и планах на жизнь. Когда у тебя не было депрессии, кем ты хотел быть? Разведчиком. Разведчиком? Военным разведчиком. Ты когда-нибудь подавал заявление? Заполнял бумаги, чтобы пойти в армию. Я пытался пройти вступительный экзамен, но провалил его. Почему провалил? Потому что я тупой. Что? Я тупой. Ты тупой? Понятно. Будешь пытаться снова? Мне было страшно проходить этот экзамен. Ясно. Что ты собирался делать по жизни? Это серьезное дело быть разведчиком. Далее заходит разговор о коллекции оружия подозреваемого и продолжается примерно 4,5 минуты. И хотя его атака на школу пока еще не упоминалась, во время разговора, последней, они обсуждали одну из винтовок Николаса. Ту самую, которую он выберет в качестве своего главного оружия, когда решит совершить нападение на школу. Почему ты захотел купить именно R-15? Она круто выглядит. Круто выглядит. Когда ты купил ее, это была официальная покупка, то есть они дали тебе чек и все такое, да? Ты купил его легально, верно? Ты заполнил все эти формы? Хорошо, ты их помнишь? Детектив теперь меняет вектор разговора в сторону школы, где некогда учился Николас. То самое место, где он совершил свою атаку. Так, три года назад, когда ты был в Дугласе. И, очевидно, перестал посещать его. Почему ты перестал туда ходить? Моя депрессия ухудшилась. Твоя депрессия ухудшилась. Что произошло? Ты просто сам перестал учиться? Или был какой-то инцидент? Был инцидент. Что случилось? Подрался с пареньком. Ты подрался? Ты помнишь имя этого паренька? Иен. Иен? У вас обоих потом были проблемы или... Да. Понятно. И что они сделали? Отстранили тебя? Они отстранили меня. Хорошо, а потом что было? После отстранения ты вернулся в школу? Да. Понятно. Тогда почему ты перестал посещать ее? Мне было стыдно. Стыдно потому что отстранили или почему? Из-за драки. Ясно. Но что было стыдного в драке? Почему вы подрались? Из-за девчонки. Девчонки? И что в этом стыдного? Он победил? В этом дело? Да. Он победил? Это может быть очень прочным аргументом для выяснения мотива преступления. Определить причину нападения критически важно. Когда дело идет о невменяемости, она не только показывает предварительный умысел, но и преступное намерение. То, что считается невозможным в голове невменяемых преступников. Более того, он также настаивает, что он был одинок и находился в состоянии глубокой депрессии, пока ходил в школу. Что подкрепляет предположение о его желании отомстить обществу, из которого он был изгнан. Так ты возвращаешься в школу, и что в итоге происходит? Ты просто перестаешь ходить? Или ты снова ввязался в проблему? Снова были проблемы. Что за проблема? Завалил предмет. Окей. Не ходил в школу. Это все происходило, когда твоя мама все еще была жива? Да. И потом наступил момент, когда ты перестал ходить на уроки. Или тебя исключили? Перестал ходить. И потом... Меня перевели. Тебя перевели? Это тебя так расстроило? Да. Как мы знаем, подозреваемый заявил, что слышит голос, который он назвал демоном. Детектив теперь попробует узнать детали об этих нарушениях восприятия с помощью открытых вопросов, сопровождаемых дополнительными вопросами, которые загонят Николаса в тупик в его же собственных утверждениях о том, что он слышал. Чем больше информации он выдаст сейчас, тем меньше поправок в свою историю он сможет внести позже. И разумеется, чем больше будет поставлено вопросов, тем больше вероятность, что он будет сам себе противоречить, что, в свою очередь, может быть использовано против него. Подозреваемый уверен, что то, что происходит сейчас, это не допрос, это какая-то клиническая эксперимента, экспертиза для его же блага. Это его заблуждение станет впоследствии для него роковым. В этот момент он не понимает, что сейчас он выдает информацию, которая будет использована, чтобы развалить его защиту в будущем. Так, ты идешь в больницу, врач говорит, что ты здоров, а ты говоришь о демонах. Что за демоны? Голоса. Расскажи мне о них. Что за голоса? Это еще один голос. Он злой. Хорошо. И как долго ты слышал этот голос? Годами. Ты кому-нибудь говорил о голосе? Никогда. Что голос говорит тебе? Сожги, убей, разрушь. Понятно. Сожги, убей, разрушь что? Что угодно. Ты когда-нибудь сжигал, убивал или разрушал что-нибудь? Я сжег просто костры в яме. Где? В кострище. А, в кострище. Ну, хорошо. Голос сказал тебе разжечь огонь. Кострище. И что разрушительного в этом? Кострище для этого и созданы. Что еще голос тебе говорил сделать? Убивать животных. Понятно. Ты когда-нибудь убивал животных? Да. Каких животных? Птиц. Птиц? Диких птиц? Или домашних? Нет. Диких птиц. Как ты их убивал? Подкарауливал и убивал. Как ты их караулил? Ждал. В траве. Ждал, пока птица подойдет. Это невозможно, парень. Я люблю птиц. Ты так не поймаешь птицу. Нет, я имел в виду... Я стрелял. С помощью ружья? Где твое ружье? Оно сломалось. Хорошо. То есть голоса говорят тебе... Навредить животным и устраивать пожар в Кострище? Когда был последний раз, что ты слышал голос? Вчера. Во сколько? Ночью. Понятно. И где ты был? На работе. На работе? То есть в доллар-три? И что голос говорил? Навредить людям. Навредить людям в доллар-три? Или в общем? Навредить людям в общем. Понятно. Не было сказано конкретно кому? Ты знаешь возраст этого голоса? Он моего возраста. У тебя и хороший голос есть тоже? Или только плохой? У тебя есть голос в голове, который говорит, делай хорошие вещи? Детектив теперь начинает инициировать конфликт, и поведение подозреваемого снова переменится в ответ. Мы можем увидеть, как он станет воспринимать все в штыки в попытке защитить свою историю и заговорит намного быстрее. Несколько раз он даже перебьет детектива. Что интересно, поскольку в самом начале допроса Николас по большей части молчал. Нет? Голос всегда плохой. Невозможно так продержаться на работе два года. Если бы ты делал все плохо, то не смог бы столько проработать, верно? Пойми, все... Это я. Это я и моя плохая сторона. Я понимаю, у всех есть плохая и хорошая сторона, и есть люди... Нет. Это... Это голос. Голос здесь. Есть я. Просто обычный я. Просто пытающийся быть... Хорошим человеком. Если игнорировать его притворное поведение и сфокусироваться только на его истории, то в его идеальном сценарии детектив поверит, что он боролся с этими так называемыми голосами и, по его собственным словам, пытался быть хорошим человеком. То есть он сам, якобы, ни в чем не виноват. Все дело в демоне, живущем в его голове. Однако в действительности эти так называемые демоны появились на свет буквально в ту же секунду, как он был арестован. Теперь же, когда он уже под стражей и его ужасные преступления уже совершены, ему каким-то дивным образом удается держать под контролем те голоса, ту силу, которая прежде оказывала на него, такое мощное влияние. Удаленное видео, которое позднее будет восстановлено на его телефоне, расскажет нам совсем другую историю. Привет! Меня зовут Ник, и я буду следующим скул-шутером 2018 года. Моя цель — убить по меньшей мере 20 человек с помощью AR-15 и парочки трассеров. Думаю, все получится. Место Стоунмэн Доглас в Парклэнде, Флорида. Это будет большое событие. И когда вы увидите меня в новостях, вы будете знать, кто я такой. Когда он записывал это видео, в котором четко расписал, что собирается делать, мы можем видеть, что у него нет никаких проявлений нарушения восприятия, нет мучений, сомнений или неуверенности в себе, которую он так нарочито демонстрирует на допросе. Согласно его собственной истории, он постоянно боролся против злых намерений своего голоса в голове, но в то же время, с визуальной точки зрения, в этом видео нет никакого внутреннего конфликта. Очевидно, когда ты говоришь, что это все голос, это ведь все ты. Голос — это тоже ты. Голос не заставлял тебя ничего делать, верно? Нет, заставлял. Есть два голоса. Одна сторона хорошая, другая плохая. Его быстро меняющееся поведение сменилось с маниакального и галлюцинаторного на внимательное и осторожное. Это может говорить о том, что подозреваемый начинает чувствовать, что офицер ему не доверяет. Ну хорошо, например, голос говорит мне пойти пообедать и не платить за еду. Но я плачу, потому что я знаю, что так правильно, верно? Хорошо, давай поговорим об этом. Голос не говорил тебе вызывать такси, правильно? Говорил. Говорил? Да. Голос сказал ездить на такси? Да. Голос во мне. Ты этот голос. Нет. Здесь. Хорошо, он у тебя в голове. Голос мужской или женский? Мужской. Подозреваемый начинает паниковать, но детектив быстро возвращает диалог в более спокойное русло, чтобы не переборщить, и как результат, Николас не закрылся. Похоже, офицер собирается проконсультироваться со следователями снаружи до того, как вновь усилить давление. И перед тем, как покинуть комнату, он вновь восстанавливает определенный уровень доверия с Николасом. Я пойду посмотрю, что они от меня хотят. Вы разве не психолог или типа того? Нет, я... Я 59-летний мужчина, который воспитал троих детей. Так что, думаю, это делает меня в какой-то степени психологом. А вы сможете позвать психолога? Я могу спросить. Понятно. Ты когда-нибудь был у психолога до этого? Нет. Окей. Это мне не надо. Подозреваемый вновь царапает свою руку на протяжении следующих двух минут. Затем он снова якобы видит какие-то галлюцинации, которые находятся в комнате. Хорошо, у меня тут кое-что есть для тебя. Детектив теперь решил игнорировать игру Николаса, притворяясь, что не замечает происходящего. Однако позже он все же задаст вопрос подозреваемому, и спектакль немедленно прекратится. Очень интересно понаблюдать за его выражением лица в тот самый момент, когда он перестает играть. Это редкие моменты, во время которых его истинное я выходит на поверхность. На самом деле, когда он сидит в больничной робе, прикованный к полу и абсолютно беспомощный, очень легко поверить в его спектакль, но в такие моменты, как этот, важно помнить, с кем на самом деле мы имеем дело. А ведь еще совсем недавно он был совсем не беспомощен. Он охотился на беззащитных людей, не предлагая им ни сочувствия, ни пощады, которые сейчас он так пытается для себя заработать. Так, психолог. С которым ты хочешь поговорить. Очевидно, я должен сказать ему, о чем конкретно ты хочешь с ним поговорить. Так что ты хочешь, чтобы я у него спросил? Почему ты хочешь поговорить с психологом? Чтобы понять, что со мной не так. А что ты думаешь не так? Я не знаю. По-видимому, посовещавшись с коллегами, детектив понял, что риска запугать подозреваемого до такой степени, что допрос придется закончить, больше нет. Поэтому он больше не намерен поступать осторожно и поддерживать дружескую связь с подозреваемым, как раньше. Он все так же продолжает получать от Николаса важную информацию, но теперь он начинает вести себя куда более жестко и прямолинейно. Голоса, которые ты слышишь, они внутри твоей головы или снаружи? Внутри. То есть ты не слышишь голос из этого угла. Он в твоей голове. И это всегда один и тот же голос? Один голос. Один и тот же. Ты говорил, это мужской голос? Да. Он похож на голос кого-то из знакомых? Может, из телевизора? Можешь определить акцент? Это старый, молодой, белый, темнокожий? Молодой. Молодой? Примерно как ты? Ты слышишь только один голос? Да. Ты слышишь голос, когда ты спишь? Да. Ты когда-нибудь видишь что-то вместе с голосом? Ну, типа... Некоторые люди говорят, «О, я вижу человека, сидящего в углу». Ты не видишь, чтобы там кто-то сидел, верно? Тут только я и ты, да? Ты всегда подчиняешься приказам голоса? Пытаюсь не подчиняться. Понятно. Сколько... Как часто на протяжении недели ты слышишь этот голос? Постоянно? Раз в день. Раз в день? Утром, днем или вечером? Всегда в одно и то же время? Обычно днем. Во сколько примерно? С одиннадцати до двенадцати. Почему именно в это время? Я не знаю. Всегда во время обеда? Ты говорил про демонов. И ты говорил о... Да, это демон. Голос это демон. То есть голос и есть демон. Это не человек или типа того. У него есть имя? Нет. Он никогда не говорит... Эй, мое имя Ник. Он использует твое имя или чье-то еще? Или просто голос без имени? Просто голос без имени, говорящий мне, что делать. Это голос сказал тебе купить эту AR-15? Да. Он тебе сказал... Эй, купи эту пушку, она выглядит круто. AR-15 была выбрана, потому что похожа на оружие разведчиков? Нет, это из-за голоса. Если бы ты не купил ее. Если бы ты сказал... Я не буду покупать это оружие, оно слишком дорогое. Что ты думаешь голос бы сделал? Просто перестал бы говорить с тобой? Нет, он сказал бы навредить себе. Как бы ты себе навредил? Порезал. Ты режешь себя? Я режу себя. Когда ты последний раз резал себя? Ранее. Ранее когда? Когда я рыбачивал. Ранее сегодня или... Ранее сегодня. Где ты рыбачивал? На... На озере. Перед нападением на школу? Да. Чем ты себя порезал? Ножом. Эти маленькие царапины на твоих руках? А ну дай посмотреть. Да ладно, парень. У меня хуже царапины, когда я на клумбе копаюсь. Ты не пытался себе навредить. Я пытался. Нож был недостаточно острым. Недостаточно острым? Нет. Сколько у тебя ножей? Четыре, пять. Как долго ты режешь себя? Годами. Ты когда-нибудь резал себя так, что тебе приходилось идти в больницу накладывать швы? Когда ты режешь себя, это потому что голос приказал тебе? Если ты не... Не послушаешься, то будешь один, потому что голос твой единственный друг? Так ты говоришь? Несмотря на то, что у тебя есть родной брат? С тех пор, как мы говорили, ты слышал голос? Что он сказал? Говорит, порежь себя. Тебе порезаться? Я нравлюсь голосу. Что? Я нравлюсь голосу. Он вам не доверяет. Почему? Я довольно спокоен. Я тоже пытаюсь это понять. Что ему не нравится во мне? Я хочу понять, в чем моя проблема. Что ему во мне не нравится? Я был с тобой честен, дал тебе воды. Вежливо с тобой разговариваю. Вы слишком хороший. Я слишком хороший. Как много раз голос говорил с тобой, пока мы были вместе? Много. Голос говорил, встань со стула, сделай что-нибудь с этим полицейским. Он говорит, убей себя прямо сейчас. Я не очень-то верю, что голос существует, если честно. Он существует? Я так не думал. Я говорю правду, он существует. Я понимаю, ты, наверное, хочешь убить себя из-за того, что произошло, но... Нет, голос говорит мне убить себя. Хорошо, но... Голос говорит тебе, что AR-15 это... Ты любишь оружие, парень. Ты хочешь быть разведчиком. Ты любишь оружие. Это нормально. Есть такие копы, у которых 50 миллионов оружия. Ты не купил оружие, потому что голос сказал... Эй, сегодня мне нравится Мозберг, завтра мне нравится AR-15, тебе нравятся пушки. Вы... Вы... Вы можете позвать психолога? Да я слышал тебя. У меня есть вопросы от некоторых психологов. Некоторые вопросы, которые я задавал, были от них. Можно посмотреть? Вот то, что я уже спрашивал. Очевидно, что эти вопросы были от следственной группы, а не от психолога, но подозреваемый этого не знает. И интересно смотреть за реакцией Николаса, когда он увидит, что вопросы вовсе не выражают сочувствию. Вероятно, он думал, что психотерапевт будет спрашивать его о его чувствах и проявлять в какой-то степени поддержку после того, как он совершил массовое убийство. Николасу становится не по себе от осознания того, что едва ли кто-то будет его жалеть. Голоса. Слышны внутри или снаружи? Это все вопросы, которые я тебе задавал. Сколько голосов? Ты сказал, что один. Чей это голос? Ты сказал, что не знаешь. Что, блядь, со мной не так? Я не знаю. Я не понимаю, почему ты не хочешь признать, что ты любишь оружие. Ты хочешь поговорить с психологом? Так почему ты не поговорил с ним, когда голоса только начинались? Голос сказал не ходить и... Я послушал. Голос говорил тебе не ходить к психологу? Да, но сам я хотел. Ты ходишь в церковь? Я хотел. Ты был там когда-то? Да. Ты веришь в Бога? Я не верю в Бога, я... Во что ты веришь? Я думаю, что есть что-то подобное Богу. Хорошо. Но если ты веришь в демонов, ты веришь и в ангелов. Ангелы — это добро. Демоны — зло. Когда ты говоришь «демон», ты думаешь, это злой дух? Что ты думаешь, это такое? Голос. Во время совершения своего преступления подозреваемый был в наушниках, и неудивительно, что разговор теперь заходит о музыке, которую он слушал. Ну, я уверен, нам нравится разная музыка. Какую музыку ты слушал? Назови группу. Мак... Как его там? Марк... Марк Дурейн. Марк что? Марк что-то там. Что за песня-то была? Грустная. Это название песни? Грустная? Нет. Салат Дэйс. Салат Дэйс? Во избежание проблем с авторскими правами, если вам интересно, под какую музыку он совершал свои преступления, песни, о которых говорит Николас, мы загрузили в наш Телеграм-канал, ссылку на который вы можете найти в описании к этому видео. Подожди-ка секунду. Еще... О, ты слушал больше, чем одну песню. Какие еще песни? Просто много грустных песен. Ты сам музыку выбирал? Или Демон выбрал? Демон. И я немного. И какие ты выбрал? Грустные. А он какие? Злые. Злые? Назови мне злую песню. Ты только грустную назвал. Что за злая песня? Панзерменш. Что? Панзерменш. Панзерменш? И о чем в ней? Я не знаю. В ней нет слов? Ну... Ну... Нет. То есть слова есть, но я их не понимаю. Они на английском? Нет. А на каком языке? На немецком. На немецком? Ты говоришь по-немецки? Нет. Тогда откуда ты знаешь, о чем песня? Я не знаю. Так это может быть веселая песня, правда? Я не знаю, слова веселые или нет. Правильно, ты не знаешь, потому что не говоришь на немецком. Демон выбрал, я не выбирал. Давно эти песни у тебя в плейлисте? Давно. То есть ты много их слушал? Так у тебя был плейлист с музыкой, который помог собрать тебе демон, но и ты содействовал. Мне просто сложно понять этого демона. Я знаю. Никто не понимает. Ксанекс, о котором ты ранее говорил, где ты его достал? На улице или на улицу? Так ты привык его покупать. А что-то кроме ксанекса и марихуаны. Какие еще наркотики? Ты пробовал флаку? ПСП? Кокейн? Кокейн? Героин? Нет. Хорошо. Ксанекс, как много ты его употреблял? Пять. Понятно. Пять. Какого размера таблетка? Какого цвета? Половину, иногда целую. Какого цвета? Белого. Купил на улице? Они помогали тебе спать? Они делали меня сонным. Они прогоняли демона? Да. Когда последний раз ты употреблял ксанекс? Давно. Так если ксанекс помогает тебе прогонять демонов, у марихуаны это лучше получается. Когда ты последний раз ее курил? На прошлой неделе. На прошлой неделе? Если ты зарабатываешь 1200 долларов в неделю, почему бы ее не курить каждый день, чтобы не было демона? Это незаконно. Незаконно? Да. Это одинаково незаконно. Куришь ты раз в неделю или каждые пять минут. Так почему ты не избавлялся от демона каждый раз, когда его слышал? Просто покури. У тебя же были деньги, парень. Потому что я знал, что это нелегально и не хотел поступать плохо. А он хотел, чтобы я поступал плохо. Понятно. Демон хотел, чтобы ты поступал плохо, но твоя хорошая сторона не хотела поступать неправильно, куря марихуану? Даже несмотря на то, что это его прогоняло. Несмотря на то, что это его прогоняло. Я не знаю, почему ты не сказал врачу, что у тебя проблемы с тревожностью, а Морихпан и Ксанокс помогали тебе с ними справиться и прогоняли демонов. Ситуация-то поправимая, парень. Если это все правда... Ты уверен, что тебе не нравился голос демона? Мне не нравится голос демона. Уверен? Уверен. Ну так почему не пошел к врачу, чтобы от него избавиться? Мне было страшно. Я не... Мне просто страшно. Забудь об этом на секунду. Позволь мне спросить еще один безумный вопрос. Демон был в тот день, когда Йен избил тебя в кампусе? Что? Демон был в тот день, когда Йен избил тебя в кампусе? Да, он сказал мне подойти к нему. Так. Кого избил Йен, тебя или демона? Меня. Хорошо. И почему демон не сделал ничего, чтобы это остановить? Почему он не остановил это? Что? Почему он это не остановил? Я не знаю. Это хороший вопрос. Потому что если демон говорит тебе делать все эти плохие вещи, то почему он не мог заставить тебя стать настолько разъяренным, чтобы побить Йена? Я не знаю. Как-то не складывается. Я не знаю. Что за хуйня? Какого хуйня? Я не знаю. Я не знаю почему. У тебя есть всемогущий голос, говорящий тебе делать плохие вещи, а ты боишься. Почему демон не взял все под свой контроль и не подключил свои ресурсы? Почему демон этого не сделал? Что думаешь? Я пытаюсь это понять. Я не знаю, я тоже пытаюсь это понять, потому что я не думаю, что демон существует. Могу я? Могу я подумать? Я не думаю, что он существует. Нет, он есть. Могу я подумать об этом? Да, конечно. Думай сколько хочешь. Нет, я просто думаю о демоне. Хорошо, ты хочешь, чтобы я тебя оставил на какое-то время, а потом вернулся и поговорил с тобой? Потому что я лично думаю, ты используешь демона в качестве оправдания. Вовсе нет. Я клянусь. Ты мог остановить демона, получив рецепт на марихуану. Ты мог остановить демона, получив рецепт на ксанекс. Ты мог остановить демона, нелегально куря марихуану, что ты уже делал в любом случае. Ты мог остановить демона, нелегально употребляя ксанекс, что ты уже и так делал. Ты мог остановить демона, когда захочется. Ты просто не хотел его останавливать. Подозреваемый, кажется, уже понимает, что к нему не будут относиться как к жертве. Столкнувшись лицом к лицу с реальностью, можно заметить, как на Николаса накатывает страх. Затем он снова пытается изобразить психоз, но теперь детектив, заметив это, не проявляет и доли поддержки. Напротив, отныне он станет пресекать попытки Николаса разыграть очередной спектакль. Осознание пугающей реальности подозреваемым – это уже по сути начало его наказания, и офицер расскажет Николасу, что его ждет дальше. Нет, это не правда, это... Ты мог бы? Я назвал тебе четыре возможности остановить демона, парень. И теперь ты ведешь себя так, потому что... Нет, успокойся. Ты просто ведешь себя так, потому что я докопался до правды. Успокойся. Я докопался до правды, а тебе не нравится то, что кто-то узнал правду, потому что это не вписывается в твою историю. Нет, нет, нет. Я рассказываю вам историю. Это правда? Почему ты смотришь теперь на свою руку? Я... Я не смотрю. Почему ты не хотел останавливать демона? Я не знаю. Потому что... Я думаю, тебе нравится демон. Нет. Почему тогда ты не остановил его? Мне не нравится демон, мне не нравится демон, мне не нравится демон, мне не нравится демон. Как будто бы демон вообще существует. Я могу запросить адвоката или типа того? Ты хочешь кого? Адвоката? Да. Голоса говорят тебе запросить адвоката? Окей. Мы скажем голосу, не бей себя по голове. Если демон запросил адвоката, то я перестану с тобой разговаривать. Мне страшно, мне страшно, мне страшно, мне страшно, мне страшно. Чего ты боишься? Что? Почему он меня не защищает, блядь? Я не знаю. Так что, твой демон хочет адвоката? Он знает адвоката? Какое-то конкретное имя? Просто успокойся, наш разговор окончен. Опять. Я взял не тот ключ. Будь другом. Оставайся на месте. Сядь ровно. Я надену наручники за твоей спиной. Поскольку ты продолжаешь говорить о том, что хочешь навредить себе... Подожди. Руки за спину. Нет, не за стул, а за спину. Я не хочу, чтобы тебе было настолько некомфортно. Почему вы не хотите, чтобы я навредил себе? Помнишь, что демон говорил обо мне? Я хороший парень. А, мои глаза. Николас Укруза. Он был приговорен к 34 пожизненным заключениям без возможности условно-досрочного освобождения. Однако обвинение и по сей день пытается добиться для него смертной казни. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Пишите, что вы думаете об этом деле в комментариях, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А также не забывайте подписываться на меня в социальных сетях, чтобы не пропустить новые выпуски и всегда быть в курсе всех новостей. Пока!